Останки 44 войнов, которые склали свои головы для мира на нашей родине, сегодня поховали в Калинковицком районе. Двухгодинный митинг-реквием прошел побоч с братской могилой в Акрохрадку Дамановичи. Покуля трималась установить особу четырех загинувших офицеров. Племенником одного из них, старшего лейтенанта Ивана Викторенко, оказался полковник военно-поветранных сил России, космонавт, герой Советского Союза Александр Викторенко. И он приехал из Москвы, каб отдать данину поваги памяти своему мужному дядьку, а так само зарабить высокородный учинок, передать у якости каштоунной реликвии у Калинковицких краезнавчих музеев орден Александра Невского. Миновита по номеру на этой узнагородье и стала удалейшим вядома имя яе уладальника, юного, отважного воина Ивана Викторенко. От местных жителей узнали, что в лесном массиве находятся раскопы, давние раскопы с останками человеческими. И будучи здесь именно в мае месяце проездом, наш участник клуба Андрей Миляненко, водолаз-спасатель Мозорского свода, будучи вот в лесу, обнаружил именно эти раскопы. И до выяснения обстоятельств решил эти останки присыпать землей. Когда начал присыпать, увидел предмет, который выпал именно сверху из земли, выброшенной именно с останками, с подошвами, которые наверху. Начал присыпать, увидел предмет, похожий на велосипедную звездочку. Когда очистил, то увидел, что это орден Александра Невского. Непонятно было, мы являемся или однофамильцами, или родственниками. Ну, по крайней мере, посмотрели потом в архив центральный вооруженных сил Советского Союза еще. Посмотрели, да, действительно, место рождения совпадает. И нашли дерево свое, где от прадедушки проследили путь весь. И действительно оказалось, что это действительно наш дядя. А в том, как нашли орден и родных, его загинувшего владельника, глядите репортажу нашим наступным выпуском у 21 на телеканале «Беларусь-4 Гомель».